Продолжим медицинскую тему. Туберкулез у одного из учеников 9-й гимназии Екатеринбурга подтвержден. Это стало известно сегодня. Это повод поговорить подробнее о том, насколько серьезна эта невидимая угроза. И попытаемся развенчать несколько мифов вместе с Еленой Волковой. Сегодня в студии у нас медицинский работник и сотрудник общественной организации. Вы занимаетесь работой с людьми, которые подвержены опасным вирусам. Да, наша организация занимается профилактикой особо опасных инфекций среди групп риска. И, соответственно, их родственников и близких, которые могут к нам обратиться. Не страшно контактировать с такими людьми, которые, возможно, болеют открытой формой туберкулеза? Наверное, страшно. Но мы делаем все, чтобы не произошло заражение нас самих, наших сотрудников. Ну, во-первых, это, конечно, личная гигиена. Мы пришли с улицы, общественный транспорт, помыли руки. Если человек к нам приходит, обращается за помощью и говорит, что у него возможно, или он знает точно, что у него открытая форма туберкулеза, нет документов, он не знает, что ему делать. Конечно, налив ему кружку чая или что-то еще, мы обработали это. Ну, и для этого существует одноразовая посуда, стаканы, ложки. Проветривание помещения. То есть это вот простые такие... Меры предосторожности. Да, простые меры предосторожности, чтобы не заболеть. Ну, я прочитала пугающую статистику, на самом деле, что мы в течение жизни неминуемо контактируем с людьми, которые болеют туберкулезом, даже, может быть, несколько раз в год, что он, это заболевание вокруг нас, и мы так или иначе сталкиваемся. Да, на самом деле это правда. Во-первых, практически все мы с вами в роддоме нам поставили прививку БЦЖ, да, то есть это ввели уже в организм живую бактерию в маленькой, очень микроскопической дозе, для того, чтобы наш организм, наш иммунитет вырабатывал, да, чтобы он боролся сам. Но если человек болеет, вырабатывается, скажем так, да, бактерия, она попадает в воздух, к сожалению, очень долго живет в окружающей среде, но если вы ведете относительно здоровый образ жизни, да, вы хорошо питаетесь, у вас хороший иммунитет, да, хорошая нервная система, да, вы не поддержаны, там, каким-то большим стрессом, то заболеть – это очень-очень минимальный риск. На самом деле нужно много факторов, чтобы заболеть, даже если вы будете очень часто контактировать с человеком, у которого открытая форма туберкулеза, но при этом у вас хороший иммунитет, да, вы все меры предосторожности принимаете, маленький, очень маленький процент. Есть такой миф, устоявшаяся история, что туберкулезом болеют люди либо социальные, либо неблагополучных слоев населения, бездомные или заключенные, но вот тут, оказывается, и школьник, мальчик из элитной девятой гимназии заболел, и есть история, что вот мамы малышей, которые родились в 10-м роддоме, тоже сейчас вызывают, потому что есть подозрение, что один из медицинских работников роддома тоже болел туберкулезом. То есть эта болезнь на самом деле касается и благополучных людей тоже. Всех и каждого на самом деле. Смотрите, благополучная семья того же ребенка. Во-первых, мы не знаем, возможно, он болен. Мы же не знаем, что у него еще есть, кроме, скажем так, туберкулеза. Сниженный иммунитет, повторюсь, на фоне каких-то заболеваний хронических, таких как онкологическая, ВИЧ-инфекция, человек, допустим, находится в голодании, особенно девушки же молодые любят это. Это очень большой риск. Стрессовая ситуация. Развелись родители, да, к примеру, да, ребенок нервничает, ребенок переживает, любит и того, и другого, но не может выбрать, или там родители поделили уже как-то его. Иммунитет упал? Иммунитет, да, это тоже фактор, причем для детей, наверное, в большей степени. А социальный, да, конечно, нечего кушать, пища, скажем так, не обогащена белками, да. Безусловича. Было такое одно время, когда мамы отказывались от прививки МАНТУ, потому что, может быть, по своему какому-то неокончательному образованию они думали, что это прививка, а не такая специальная реакция, которая позволяет выявить предрасположенность к туберкулезу. Сейчас есть такое, что подростки тех мам, которые когда-то отказались от пробы МАНТУ, сейчас переносчики этого вируса? Я думаю, что нет, потому что когда ребенка отправляют в детский сад, его не возьмут в детский сад, даже без прививки БЦЖ, потому что они, в принципе, да, подвержены заболеванию, да, развитию туберкулеза у них. Соответственно, деточки, это группа, там, 25-30 человек, они очень контактируют. Маленькие детки, да, там взяли платок, вытерли, игрушки один послюнявил, другой. Поэтому и думаю, что таких, наверное, таких не должно быть. Минимальное количество. Да, либо детки, которые не посещали детские сады, но в школу, когда они идут, там тоже надо. Только те дети, которые на домашнем обучении, возможно? Да, возможно, да. Но я думаю, что там чаще всего все-таки родители, наверное, следят. Если нельзя ставить прививку БЦЖ, да, вакцинироваться, значит, они не посещают такие общественные места, где можно инфицироваться. Диаскин-тест – это такая альтернатива, пробу МАНТО? В чем разница? Она, скажем так, более легче переносится. Только для детей или для взрослых тоже? Взрослым тоже ставят. Альтернатива, в частности, ставят людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, более точный, показывают результат. Треборография – тоже способ защитить нас от туберкулеза? Как вариант, это профилактика в большей степени. Почему нужно проходить там раз в год? Потому что если будут какие-то признаки, да, терапевт вас может отправить уже либо на рентген, либо как раз делать реакцию МАНТО, либо отправить на консультацию к тезиатру. Если что-то, будет какое-то подозрение. Поэтому это обязательно. Вы делаете флюорографию каждый год? Да, обязательно. Недавно проходили в августе месяце. У нас был профосмотр. Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok